что это друзья оставайтесь с нами и узнаете итак мамордика хоранция или как здесь мы ее называем горький огурец горькая дыня относится к семейству тыквенных распространенный и популярный в тропической азии овощи плоды горькие богаты витаминами и железом их собирают незрелыми для удаления горечи на несколько часов замачивают в соленой воде после умывания тушат или варят молодые плоды консервируют в маринаде молодые листья побеги и цветки употребляют в тушеном виде сок растения в сыром виде ядовит используется для лечения артрита ревматизма астмы некоторых кожных заболеваний диабета и как детское глистогонное средство у недозрелых плодов семена перед кулинарным использованием вытаскивают а у созревших семена становятся сладкими и могут быть употреблены в пищу проведем эксперимент я попробую сейчас плод это не отрава первое ощущение сладкая это кожура сверху она сладкая попробуем разгрызть эту косточку ну саму косточку разгрызть нельзя а вот это ее оболочка красная она очень сладкая теперь попробуем сам плод изнутри пробую но на вкус горьковатый слегка горьковатый вкус не сильно горький что-то действительно типа тыквы только очень мягкой очень мягкий вкус тыквы да скорее всего похоже на тыкву только очень мягкую знаете вот там где у тыквы вот там где возле косточек такая мякушка вот вот типа такого вкуса только горькая а косточки вот эти вот их разгрызть нельзя я не вижу способ что их можно разгрызть но вот это вот сладкая оболочка она настраивайся он не хочет настраиваться из-за меня вот она сладкая вот я вся замазалась и она съедобная а косточка нет поэтому косточки мы будем удалять а сам плод использовать ну что ж приступим и сегодня я расскажу вам про карелла индийская карелла это азиатская такая в общем-то новинка для меня и рецепт который буду использовать сегодня он из индийской кухни итак друзья приступим к приготовлению этого великолепного индийского блюда которое выбрала вариаций есть множество в основном все это жарится в масле с большим количеством приправ которых у меня конечно нет потому что я не живу в индии но у меня есть европейские приправы которыми мы привыкли пользоваться и этим мы будем придавать нашему блюду более европейский характер итак для моего блюда мне понадобится очищенный картофель в среднем я беру таких 2-3 картошечки средние я беру синий лук вы можете брать белый у меня попался так вот под рукой был синий две луковицы и карелла которую предварительно мы уже очистили которую мы уже на часочек так замочили в соли чтобы она отдала всю свою горечь в соль и мы могли использовать более приятный продукт если в карелле внутри когда вы ее разрезаете уже есть косточки как было у меня вы их изымаете а вот а если вы разрезаете и у вас внутри получается как будто бы такой кабачок потому что когда она недозревшая то она как будто кабачок внутри разрезанный вы можете использовать целиком просто разрезать и начинаем все это обжаривать вам понадобится масло это основные ингредиенты и я вам говорю просто используйте те приправы которые у вас есть конечно же хорошо использовать то что идет по рецепту у индусов чтобы получилась классическая карелла с картошкой но если нет то используйте то что есть у вас под руками по всем правилам в общем-то индусы из тех видео которые мне удалось увидеть они все это обжаривают отдельно сначала они обжаривают сами оплоды кареллы затем когда они дожарили до золотистого цвета они выбрасывают в сковороду в причем в глубокое очень масло картофель обжаривают картофель затем в это же раскалено они вытаскивают картофель в эту же раскаленную сковороду с маслом они засыпают все приправы и уже эти обжаренные приправы засыпают лук потом они опять когда лук обжарился уже смешивают туда же выбрасывают обратно картофель который был уже предварительно обжарен в том же масле и саму кореллу я просто сократила весь этот процесс во-первых масло дала на порядок меньше во-вторых делала это все просто поэтапно но в одной сковороде как вы это в принципе можете наблюдать довела просто кореллу до золотистого цвета вместе с луком когда уже они хорошо выжарились уже добавила картофель перед тем как добавила картофель конечно же я закинула тоже отдельно как вы можете наблюдать приправы все это вымешала и в общем-то подходила периодически подмешивала смотрела в каком на состоянии как раз до того момента когда готова уже картошка ее можно проткнуть в принципе считайте что ваше блюдо готово в среднем это берет около 30 минут ну что же спробуем что у нас получилось будем пробовать запах специй даже запах картошки не чувствуется яма-яма выглядит очень вкусно низ как раз дует ветер с моего окна так сначала возьмем картошечку изумительно разве картошку можно испортить теперь беру кореллу вот чистая корелла без картофеля попробуем насколько она горькая да она горьковатая но сейчас она уже не похожа на тыкву как в сыром виде больше на кабачок но с горькой шкуркой хотя шкурки там не было легкая горечь но вместе с картофелем потому что если будете есть это со свежим салатом там например помидорчик огурчик да там ну кто что любит туда смотрите у них конечно по приправам там идет такой набор что я думаю может быть просто она убирает вот эту вот горечь у них там и манго порошок и в общем там столько всего вкусно но вот горчинка присутствует присутствует горчинка и вы знаете вот когда вот это послевкусие сейчас доченька вот это послевкусие оно похоже на травы когда вот вы какие то сейчас сейчас дали хорошо давай ты не будешь шатать мне камеру вот послевкусие такое как herbs вы поели как будто бы такие вот орегано с какими-то травами вот как будто вы ели что-то такое травянистое но с учетом того что вы знаете что это полезно мы едем я не знаю что из этой полезности осталось после того что оно в таком масле жарилось но картошка вкусная друзья надеюсь вам было вкусно заходите на канал подписывайтесь делитесь друзьями комментируйте и смотрите наши предыдущие видео из подобных рубрик пока до завтра а 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